Любой, кто брал животное из помета, скажет вам, как трудно бывает отлучить его от братьев и сестер. Представьте, что вас забрали из семьи совершенно незнакомые люди, и вы никогда, никогда не увидите своих родителей или братьев и сестер снова. Звучит ужасно, не так ли, но как же те, кого не выбирают любящие семьи, что можно сказать о тех, кто вынужден наблюдать, как их братьев и сестер выбирают, а их нет? Для этого крошечного щенка такая ситуация чуть было не стала трагедией. Эрика Даниэлс шла по улице, когда увидела мужчину, продававшего щенков питбулей. На фоне игривых малышей она не могла не заметить мешок для мусора, который мужчина прятал. Он заколебался, когда она спросила о мешке, но затем передал его Даниэлс. Внутри был крошечный щенок, который не мог даже поднять голову. Эрика показала собаку ветеринару, где ей поставили диагноз синдром пловца и посоветовали усыпить щенка. Эрика была в отчаянии, но решила отнести щенка домой на одну ночь любви. Но случилось нечто удивительное. Щенок Харпер ответила на привязанность Эрики. Эрика решила, что щенок заслужил второй шанс, и после нескольких тестов было определено, что у Харпер нет иных признаков синдрома пловца. Эрика начала брать Харпер на гидротерапию и сеансы мануальной терапии, и вскоре щенок потряс всех. К общему удивлению, Харпер внезапно самостоятельно встала. Она не переносила операции и не принимала лекарств, но смогла сделать вещи, которые делает любая здоровая собака. Сейчас абсолютно здорова. Она может бегать, прыгать и играть точно так же, как любая собака. Она живет с Эрикой, которая просто не смогла расстаться с нею после их невероятной встречи. Немного любви и внимания помогли Харпер пройти путь от порога смерти в мешке для мусора к вдохновению для всех нас. Мы рады тому, что этот щенок выздоровел и превратился в здоровую собаку. Поделитесь нашим постом со своими друзьями в соцсетях и подпишитесь на нашу группу в Фейсбуке. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!